Миндаль обыкновенный. Цветет растение рано весной, с февраля по апрель, до распускания листьев. Плоды созревают в июне-июле. Разводится миндаль в Средней Азии, Закавказье и Крыму. В диком виде встречается на юге Азербайджана. Растет растение по горным, каменистым и щебенистым склонам. Культивируется в садах. Применяемая часть – семена. Их собирают с июня по июль. Химический состав. Семена содержат сахар, слизь, гликозид амигдалин, фермент эмульсин, а также белковые вещества и жирные масла. Применение. Семена миндаля обладают мягчительным, обволакивающим, обезболивающим и противосудорожным действием. В народной медицине Средней Азии толченые семена сладкого миндаля, смешанные с сахаром, применяют при малокровии, кашле, астме, бессоннице, головной боли, анемии рук или ног и судорогах. В научной медицине миндальную эмульсию, получаемую из семян, назначают как обволакивающее, мягчительное и обезболивающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях. Миндальное масло служит растворителем камфоры, используемой для подкожных инъекций, и употребляется для приготовления мазей. Миндальное масло применяют и как нежное слабительное средство. Жмых миндальных семян миндальные отруби используют в косметике для обтираний, примочек и умываний, как средство смягчающее и очищающее огрубевшую кожу лица. С косметической целью применяют миндальное молоко и миндальное масло. Семена употребляют в пищевой промышленности для приготовления конфет и жирного масла. Способ применения. 2 столовые ложки миндальных отрубей настаивать 2 часа в 3 стаканах кипятка и процедить. Употреблять для умывания лица. Напоминаю о том, что перед применением любого лекарственного средства необходима консультация специалиста.